Нет на планете страны и народа, которые последние десятки лет могли бы чувствовать себя в абсолютной безопасности. Военная сила вновь стала главным аргументом мировых центров в решении вопроса. Как будто и не было миллионных потерь и ужасов Первой и Второй мировых войн. Теперь нас буквально накрыло информационной волной так называемого предчувствия Третьей мировой войны, о котором только не сказал ленивый. И основания для опасения есть. Посмотрите на тенденцию к росту количества горячих точек. Только за прошлый год были развязаны или продолжались более 25 военных конфликтов. Это в различных регионах и континентах. И почти каждый используется как повод ввести миротворческий контингент. Сначала развязываются конфликты, а потом предлагают умиротворять. Вы знаете для чего? Чтобы расставить людей с оружием, обозначить зону своего влияния. То есть мир методично превращается в полигон глобального противостояния. Вы видите, что происходит на Ближнем Востоке. Уже открыто звучат угрозы применения ядерного оружия. Целые города стираются с лица земли вместе с их мирными жителями. И оказывается, так можно делать, не попадая под санкции, не становясь изгоем в глазах так называемого цивилизованного общества, носителей истинных демократических ценностей. Неспокойная ситуация и на европейском континенте, в том числе возле наших границ. В непосредственной близости от Белоруссии и России, в рамках операции Альянса, проводимых в Европе, размещены около 32 тысяч военнослужащих объединенных вооруженных сил НАТО и США. Это более 1 тысячи единиц бронетехники, около 160 артиллерийских систем и минометов, 235 самолетов и вертолетов. Все это говорит, ну как минимум, о демонстрации силы.